51 день. Я получила очень крутой результат. Я начну с того, что говорит, сказала мне дочь, моя дочь младшая, а ей всего 13 лет, когда у меня был 21 день применения. Мы с утра с ней завтракали, и она мне говорит, мама, зачем ты у меня забрала хайлайтер и намазала лицо хайлайтером? Я ей говорю, Арина, я не мазала лицо хайлайтером? Она говорит, нет, ты спёрла у меня хайлайтер, говорю, как мне ребёнок сказал, и намазала лицо, ты вся сияешь. Я говорю, солнышко, это коллаген, я просто пью коллаген, ты же знаешь. Она знает, потому что она несколько уже пузырьков коллагена у меня брала и выпивала, говорит, какой он вкусный. После этого я спросила на следующий вечер, она подошла и спросила, когда можно ей применять коллаген, но я хочу рассказать немножечко ещё про другое. На следующий день я спрашиваю у мужа, может быть, шок-контентом вам покажется, да, мне на данный момент времени 45 лет, и у меня муж на 19 лет меня младше. Я говорю ему, Ром, скажи мне, пожалуйста, у меня лицо поменялось, как у меня лицо? Он мне говорит, я тебе открою большой секрет. Мужчины практически не смотрят на женское лицо, это только вы оцениваете друг друга по лицу, а мы смотрим на другое. Я говорю, на что? Он говорит, на сисечки и на попочки. Твои груди стали лучше и попочки подтянулись, поэтому, дорогая, продолжай пить коллаген. Вот. Но я сейчас хочу с вами поделиться ещё другим, как инструктор йоги, да, не зря меня представили как инструктора йоги, что я у себя обнаружила. Да, у меня на первый взгляд, как любая женщина, скажет, всё вроде как идеально, но есть небольшой животик, и я всегда считала его нормой. Ну, это как бы такая вот лёгкая объелась, да, лёгкая объелась. И я вам хочу сказать, что последний месяц у меня стройка, стройка дома, и я не всегда успеваю заниматься дыхательными практиками. Так вот, несмотря на это, я перестала заниматься дыхательными практиками, но от коллагена, так как подтянулись мои внутренние органы, вот сейчас Алёна как раз-таки говорила про внутренние органы, да, у меня появился на животе рельеф. Я сейчас вам расскажу, кто не понимает до конца, что происходит. Вот у нас спина, вот здесь у нас животик, представьте, да, и по нашей анатомии, я очень хорошо знаю анатомию, наши органы должны лежать на полочках, вот здесь на полочках вдоль позвоночника. Но со временем, что происходит с нашими органами? Когда происходит нехватка коллагена, белка в нашем теле, наши органы как бы выпадают. Вот представьте, что каждый орган на резиночке, как вот резинка, ну пусть для трусов будет, да, простите меня за такие прямые сравнения, но так понятнее. И вот резинка растягивается, и наши органы с этих полочек падают в животик. И я очень часто наблюдала картину, когда мужчины накачивают свой пресс, у них есть кубики, как тренер, да, но у них есть живот, и это смотрится, ну немножечко нелепо, наверное. Так почему же это происходит? Потому что вот эти резиночки растягиваются, и органы выпирают, и что бы мы ни делали животом, он остаётся. И многие женщины считают, что это приговор ходить уже с животиком, достаточно даже больших размеров. Чем больше ваши резиночки растянулись, тем сильнее ваши органы вышли в животик. Но, кроме всего этого, они опускаются и давят на ваши мышцы тазового дна.